что ж друзья сегодня ну знаете вообще сейчас интересное время говорят к вид он влияет как-то на наши на наш разум так что если вдруг я скажу что-то не то всегда можно списать ну у него же знаете он болел и всякое мог сказать но я надеюсь что такого у нас не будет но и еще одна вещь которую ну наверное все мы задаем себе в это время а что если это проповедь последняя а что если больше господь не дарует возможности сказать что-то ну конечно господь дарует исцеляет и все еще живы но вопрос правильный и я думаю что мы должны себе задавать его а что если вот в этот раз я проповедую в последний раз что если сегодня я со своей любимой женой мамой отцом еще тем-то говорю в последний раз и я понимаю я могу я не хочу нагонять мрачные мысли кто знает господ только знает и мы все равно рады в его вечности но я думаю что нам важно и такие вопросы себе задавать для чего для того чтобы каждое слово каждое служение было особенным чтобы мы ждали почему не обязательно что вот я перестану существовать на этой земле а может быть господь придет завтра а может быть еще что-то произойдет а может быть отключится интернет и нам придется как-то другим способом находить связь находить контакт всякое в этом мире бывает и поэтому мы должны ценить эту возможность ценить каждую возможность поделиться тем чем господь наполняет и поэтому может быть поэтому я особенно хотел в это служение подготовиться подобрать какие-то нужные слова нужные мысли и выразить их вам и вот я даже себе записал такую на экране ноутбука шпаргалку и буду на нее время от времени поглядывать опять-таки можете списать на ковид девичью память ну не девочки да но на какую-то вот забывчивость но я думаю что вы мне простите это буду иногда поглядывать сюда ну и конечно же будем читать писание а сегодня я хотел предложить вам почитать и поразмышлять над одной интересной вещью ну кто следит за моими публикациями в фейсбуке те наверное уже читали чуть-чуть мои размышления об этом кто не следит то давайте мы вместе откроем поразмышляем это евангелие от луки 20 глава и опять-таки тут еще входит в иерусалим неоднозначное для него события но люди вокруг помните встречают пальмовыми ветвями ждут триумфальное провозглашение машеха царя а он входит с несколько смешанными чувствами помните эти его фразы которые он вначале говорил иерусалим иерусалим и немного с грустью о столице выражался потому что он то знал что сейчас не будет провозглашать себя царем он знал что многие из тех кто кричит асана потом будут также громко кричать распни его распни и ну я думаю что вот это вот неоднозначность предчувствие тоже накладывала определенные вещи на состояние господа на то что он хотел выразить то есть он тоже очень тщательно подбирал слова темы то что он будет делать он ценил каждую минуту своего земного служения понимая что ключевые вещи происходят прямо сейчас и в писании вот эта история которую мы видим может начаться для нас немного странно когда он входит в храм и начинает там устраивать ну мы бы сказали сегодня хулиганство да опрокидывать столы менял разгонять кнутом торгующих в храме ну конечно мы читаем писание мы то знаем это господь мы верим это наш шмашех и мы понимаем его чувства но а для людей того времени как оно выглядело ведь в храме торгуют уже долгое время и первосвященники в курсе это не что-то что делается в тайную а вот нас увидят мы сейчас все быстро спрячем нет это явные вещи которые делаются открыто которые делаются согласие и вы помните эту историю когда там уже дошло до того что шекели не кошерные менялись на кошерные люди вместо того чтобы нести жертву это определенный труд из далекой деревни привести агнца или животных каких-то они несли просто деньги покупали там правильную ну а к тому же вот вы пришли со своей жертвой а вам сказали эта жертва вы знаете не кошерная не там вы ее купили знаете как некоторых храмах традиционных бывает что а эту свечку в нашем храме ставить нельзя вы не у нас ее покупали вот купите у нас тогда это будет правильная свечка ничего нового патент старый как мир в общем-то еще именно с этой картиной столкнулся в храме он пришел и увидел всю эту торговую все это его возмутило он начал все это разбрасывать он начал проявлять гнев господень который в нем и но я хочу не об этом все не на этом сегодня делать акцент об этом и так уже много говорилось и говорится о том что он говорит потом потом у него происходит такой разговор конечно тем кто крышевал как сейчас модно говорить держал этот храм как ни парадоксально бы звучало потому что храм как дом божий вообще никто из людей держать не может априори но вот тут мы видим такую ситуацию и вот эта крыша возмутилась наехали на ешо и говорят ему типа скажи нам по какому праву ты так поступаешь кто тебе дал такое право ешо как помните в этом что-то василия ивановича скажите правда ли что евреи отвечают вопросом на вопрос а что петь вот так же ешо 3 стих говорит и я задам вам один вопрос сказал в ответ ешо а вы ответьте мне а марине и иоанна от кого было от бога или от людей они стали спорить друг с другом если скажем от бога когда он спросит почему вы не поверили иоанну если скажем от людей весь народ побьет нас камнями ведь они убеждены что иоанн пророк и они ответили что не знают от кого почему вот такая странная картина ну те кто следит за разборами которые я делаю по воскресеньям деяния апостола вы об этом уже много раз слышали те же кто не бывает на наших разборах то вам я немного поведаю может вы и так об этом знаете какова была картина какова была историко-культурная как модно говорить подоплека всего происходящего а она была такова помните что в израиле уже на протяжении 400 лет не звучит голос пророков и тот народ который традиционно привык полагаться не на какие-то элиты не на каких-то царей даже а на вот этот вот пророческий голос да его не всегда прислушивались и как правило не прислушивались но потом господь показывал что это верно и израиль каялся и израиль возвращался к поиску к исканию господа и вот 400 лет тишины и в этой тишине происходит еще худшее оккупация римом язычники заходят начинают диктовать свои условия жизнь становится не такой уж еврейской и модные эллинистические веяния приходят к молодежи как всегда сегодня ты танцуешь джаза завтра родину продаж и вот это все бурлит кипит и на фоне этого у людей складывается интересное чувство они где-то внутри ощущают что не может долго так продолжаться что-то должно произойти что-то должно кардинально измениться в этом мире они ждут они ждут что вот-вот господь пошлет того самого избранного о котором пророки говорили пока это можно было пока господь говорил через них и они ожидают это в каждом в каждом раввине и вот тогда поднимается эта волна если вы посмотрите что происходит вы увидите восстание одного активиста как мы бы сегодня сказали националиста еврейского другого которые восстают против рима и одни говорят что это я мессия другие говорят это я мессия и люди где-то кто-то идет за ними римляне подавляют эти восстания помните картину вот как раз этого времени когда вдоль дорог висят кресты с казненными бунтовщиками покушавшимися на римскую власть и вот в этой всей картине приходит ешо и ешо начинает не просто говорить и призывать к восстанию если вы внимательно почитайте он нигде не говорит пора кончать с этим римом пора нам оккупацию положить конец оккупации велиный незалежный израиль зараз годы чекаты или как там дальше по майдановским принципам он ничего этого не говорит он говорит о царстве божьем и здесь очень интересный момент дело в том что в синхедрине или в синедрионе на тот момент большинство получает садукеи помните что было несколько движений иудаизма в то время садукеи фарисеи как основные течения и эссеи другие малые какие-то школы и вот эти два основных садукеи и фарисеи они отличались кардинально одной принципиальной вещью вещь это такая взгляд на будущее взгляд на царство у садукеев был достаточно как бы мы сегодня сказали практически и даже трудно слово подобрать но не атеистически гностицически может быть то есть с точки зрения исключительно вот тора говорит и даже пророки не считаются словом божиим для них и уж тем более не какие-то истории о загробной жизни вы помните что к ешуа приходят и задают вопросы садукеи о воскресении пытаясь его подловить и вот эти люди они управляют синедрионом то есть их позиция достаточно сильна но сильна во власти храмовой они сильна в отношении римлян потому что они как люди весьма прагматичные и не делающие акцент на каких-то духовных вещах а достаточно практическое выживание они находят через ирода через другие связи они устраиваются хорошо во взаимоотношениях с римом то есть у них вполне все схвачено как бы мы сегодня сказали кому война кому мать родна и оккупация для них не представляет большой проблемы они и при той власти хорошо жили и при этой власти живут неплохо ну и наверное у них где-то внутри витает такое понимание переживем и этих римлян стояли тысячи лет и еще простоим я сейчас не хочу какой-то дать окраску знаете какую-то подвести коннотацию под слова садуки и фарисеи нет мы сейчас просто рассуждаем со стороны и есть проблема у них при всей популярности среди власти они не имеют популярности в народе потому что мы сами понимаем знаем видим проживали через это и сегодня живем видим какие политические настроения бывают вокруг и мы прекрасно понимаем что как пел старина Цой перемен жаждут наши требуют наши сердца перемен мир ждет перемен и среди народа как говорил Ильич сложилась революционная ситуация низы дальше жить так не хотели и в общем то не могли потому что народ им политика не интересна они хотят еврейскую жизнь они хотят взаимоотношений с творцом они хотят в конце концов видеть свет в конце этого долгого четырехсотлетнего туннеля который ничего не сулит кроме проблем кроме тягот кроме того чтобы отдавать цезарю цезарева вернемся еще к этому и народ он хочет чтобы были практические изменения народ готов пойти за тем кто поведет на восстание против рима на независимость на то чтобы можно было спокойно быть теми кем мы есть то есть израиле и вот среди этого народа большую популярность получают естественно фарисей фарес прорыв в переводе это у нас сегодня в голове фарисей как мы слышим сразу такая негативная реакция ах вот вы фарисеи такие эдакие ну и в общем то иоанн осуждал их но он осуждал их косность в том как они живут но не их идеи какие-то да и вот в этих идеях у фарисеев есть идея царства и у них есть идея царства здесь на земле и есть идея некой загробной жизни то есть существует целый корпус литературы которые не попадают в писание которые мы можем отнести к эзотерике еврейской каким-то может быть даже оккультным порой вещам но есть понимание в народе есть устные предания и среди них есть вот такие разные концепции а как же мы будем жить в этом царстве возможно мессия придет и принесет царство сюда физическое возможно это будет царство после нашей гибели за израиль но под флагами божьими и вот среди людей есть это отчаяние и приходит кешуа для людей того времени это просто странствующий раввин фарисей очевидно по убеждениям и вот он начинает проповедовать но проповедует не как садукеи не как фарисеи описание как власть имеющий то есть то что он делает в храме поймите это не то что то что вот зародилась вот и шо увидел и это его авторство идея на самом деле эта идея витала в народе и я думаю что те люди в израиле которые на самом деле ревновали о царстве у них была эта идея фикс до коле сколько можно терпеть в храме этот бардак но когда придет господь но когда наконец-то расчистят эти авгиевые конюшни приблизительно такие вещи мы сегодня можем слышать на кухнях когда обсуждают парламент той или другой страны я вам скажу даже те кто живет в россии в украине в израиле если мы уберем национальное название политических должностей и назовем кнесет или парламент или дума или сенат на самом деле если мы это вынесем за скобки разговоры на кухне будут одинаковые когда ж наконец прекратится это воровство когда ж наконец-то прекратится коррупция когда наконец люди получат власть свои руки и вот такие же разговоры они ходят и там то есть то что делает ешуа в храме это не просто какая-то его новая теория он просто он выражает на практике то чего жаждет народ то чего народ ожидает от машеха и он делает точности так но он это делает не для того чтобы угодить народу он это делает не для того чтобы получить какие-то политические дивиденды то есть с точки зрения политических дивидендов тут наоборот все как раз таки играет против него он это делает потому что он не может иначе часть его природы в том чтобы полностью синхронизироваться с волей отца и мы понимаем что воля отца на самом деле в данном случае совпадает с тем желанием которое есть у людей чтобы святость пришла в дом божий и ешуа делает практическую вещь он изгоняет этих торговцев да кстати я для того чтобы у нас продолжалась вот эта иллюзия прямого эфира если можно так сказать я не хочу ставить другие камеры переключать виды и так далее но поэтому я хочу вас предупредить что раз где-то в полчаса у нас может обрываться картинка я буду делать склейку и вы можете увидеть поэтому я прошу прощения если кого-то это немного собьет с мысли я постараюсь не останавливаться просто на этом больше и вот ешуа делает это и дальше он говорит с людьми о Иоанне Йоханнан и Йоханнан он был на самом деле очень интересной личностью вы помните что он ел дикий мед акриды такие вот насекомые кошерные я бы в жизни конечно такое даже за деньги не ел но некоторые говорят в Таиланде там пробуют всякое такое экзотику но Йоханнан делал это не ради экзотики а практичные цели он в пустыне живет он оттуда не выходит опять таки мы можем вспомнить что на иврите пустыня Мидбар и есть корень следобер говорить и это особенное место всегда для евреев пустыня была вот таким особенным местом мы это можем проследить через все писание это для нас вот пустыня пустошь а там ничего вараны песок и так далее на самом деле в этой тишине люди находили общение с господом и Йоханнан не просто находил там общение с господом он провозглашал определенные вещи и он делал определенную практическую вещь он призывал людей принять микву вполне еврейская традиционная вещь мы сегодня видим слово более привычное нам крещение Иоаннова но на самом деле это миква но не простая миква я думаю здесь вполне справедливо нам выделить это вот в такое омовение особенное потому что традиционное омовение оно было для многих вот такой обычной штукой ну как пришло время согрешил или еще что-то перед чем-то пошел в микву принял омыл нечистоту себя и все Йоханнан говорит о другом вы должны показать что вам надоело традиционное вот это вот движуха ради движухи когда я омылся погрешил снова омылся снова погрешил омойтесь сейчас раз и навсегда вот примите это крещение в знаменование того что вы хотите быть другими и вот к Йоханнану туда приходят разные люди и вы помните что ученики его потом приходили к Ешо и спрашивали его они уже услышали что Йоханнан крестил Ешо что сошел голубь на него и дух святой в виде голубя Роха Кодыш и они пришли и спрашивают собственно там он ли тот самый Ешо ведет с ними диалог и поэта 7 глава если хотите потом посмотрите Луки и потом Ешо спрашивает других когда те ушли он спрашивает своих учеников говорит а собственно чего вы ходили туда в пустынь на что вы ходили смотреть ходили ли вы смотреть на тростник ветром колеблемый или вы ходили смотреть человека одетого в пышные одежды и мы вернемся еще к этому разговору а сейчас продолжим читать дальше Луку 20 главу и здесь вот после разговора насчет Иоанна то есть мы понимаем теперь что имеется в виду другими словами если бы они ответили что они Иоанна не признают то народ мягко говоря не понял бы потому что Иоанн как раз таки тот самый факел перемен тот самый голос не только вопиющего в пустыне не только Господа но и голос Израиля который действительно жаждет перемен и если сейчас они скажут что мы не признаем Иоанна что это самодеятельность народа то тогда может быть будет критическая капля и весь народ собравшийся скажет а зачем нам такой синедрион а зачем нам такой синхедрин и скандируя милиция с народом заодно помимо римской власти еще сделают духовный переворот к примеру ну а если же они скажут что да ад народа то тогда следующий соответственно вопрос ну а в чем тогда проблема тогда же вы с нами тогда мы говорим о одних вещах и тут кроется тоже определенный момент ведь на самом деле Иоанн говорит не о том и не об этом но опять таки продолжаем читать дальше и дальше очень важная притча которую рассказывает Ешо он говорит насадил человек виноградник и отдал в наем виноградарям а сам на долгие годы уехал в чужие края вот настала пора послал он слугу к виноградарям получить свой доход с виноградника но виноградарей избив его отправили ни с чем тогда прислал он другого слугу и того избив с позором прогнали не дав ничего он снова послал уже третьего слугу того изранили и вышвырнули вон сказал тогда владелец виноградника что мне делать пошли сына любимого может быть его постыдятся но виноградаря увидев его стали говорить друг другу это наследник давайте убьем его чтобы нашим стало наследство и выбросив его из виноградника убили что же сделает с ними владелец виноградника он вернется и казнит виноградарей этих а виноградника даст другим избави бог сказали слушать и дальше мы видим и еще говорит 17 стих еще пристально посмотрел на них спросил что значит тогда эти слова писания камень который отбросили строители стал краеугольным камнем всякий кто а тот камень споткнется разобьется а на кого упадет он того раздавит учителя закона и старшие священники тогда же схватили бы еще они поняли что притча это направлена против них но побоялись народа интересно они поняли что притча была направлена против них и вот теперь эти слова играют злую шутку с нами мы забываем что эта книга под названием библия тонах брита хадаша слово божие что эта книга не исторические сказки да мы все верующие безусловно мы верим это слово господне но читаем эту книгу с точки зрения истории и с точки зрения истории у нас приходит самое первое и простое толкование о ком это притча ну конечно евреях евреи не приняли еще и поэтому он нашел новый народ вместо них язычников или церковь отдал все им а вы значит ребята получили свою свое наказание и это совершенно неправильное толкование в чем неправильное да потому что книга говорит не о абстрактных евреях того времени и даже не о первосвященниках храма книга говорит о каждом из нас если сегодня слово божье написано не для каждого из нас то это не слово божье а простая книга с хорошими нравоучениями можно почитать тогда и хагавагиту а весту еще какие-нибудь древние книги религиозные почитать философские идеи многие вполне интересные но если мы верим что за этими словами господь то тогда он говорит не только о храме тогда а он говорит о нас сегодня в каком контексте давайте вспомним где еще мы видим вот эту параллель с когда хозяин что-то оставляет работникам некий сад до самом начале во второй главе книги бытие если мы откроем и увидим то мы увидим что господь творит все творит райский сад и поселяет в нем человека и говорит человеку возделывай возделывай это возделывай то другое третье владычествуй но принадлежит ли владычествуй но этого не трогай что означает владычествуй но чего-то не трогай это значит что полные права или как сейчас говорят правообладание у человека лишь частично ему на время доверено нечто и господь доверяет человеку одно очень важное дело на самом деле речь понятно не о винограднике и даже не об эдемском саде и даже не о послушании как поверхностно нам может показаться дело в большем господь доверяет человеку быть образом и подобие когда он творит человека он творит его по образу и по подобию поэтому человек творит как творил творец поэтому человек владычествует как владычествует господь его творец и поэтому человек также несет определенную ответственность которую по своей собственной воле берет на себя и господь в отношениях И эта ответственность называется завет. Далее Господь, когда все это делает, Он полагает одно устремление для человека. В чем суть? Суть в том, чтобы ходить вместе с Ним по Эдемскому саду. Суть в том, чтобы быть вместе с Ним, ощущать все вместе с Ним. Когда родители производят на свет детей, то знаете, как в той шутке, да, а вот теперь, Машенька, пришло время сказать тебе правду, мы тебя родили, чтобы ты посуду мыла. Конечно, это анекдот, всем мы можем посмеяться, потому что хорошие родители приводят в жизнь детей не для того, чтобы они выполняли какую-то функцию по дому, а для того, чтобы эти дети могли достичь большего, чем достигли мы как родители, чтобы они могли быть еще большим образом и подобием. И вы знаете, вот тут есть одна апологетическая вещь, которая свидетельствует о Творце косвенно. Все мы, даже атеисты, даже люди, которым чужда всякая мысль о Боге, подсознательно становясь родителями или воспитывая детей, мы подсознательно хотим, чтобы они стали даже лучше, чем мы. Чтобы они стали ближе к некоему образу, о котором, возможно, Кант говорил, как вот этот императив, как вот эта устремленность к тому, что человек внутри, каждый понимает и знает, что есть большее. И вот мы хотим, чтобы этот ребенок был, как это большее, но Господь, Он есть все во всем, Он есть абсолют, Он есть идеал, и когда Он творит человека, Он просто ожидает, что мы будем стремиться к этому образу. И Он оставляет нам все остальное, как проверку. Помните, когда Господь приводит к человеку животных, и Он просит Адама дать им имена. Что он делает? Он проверяет, а работает ли в человеке творчество, а может ли человек увидеть суть этого животного. И знаете, как говорят, что когда он видел собаку, и наявлите собака Келев, как сердце, да, или когда он видит и так далее, и так далее, вот какие-то вещи, которые человек видит, а там видит в животном и называет его соответственно, даже еще не познакомившись особенно с повадками этого зверя. Но он видит в нем вот эту природу, он называет его как-то, и в этом проявление творчества. И Бог приводит этих животных и смотрит, что делает Адам, и Адам делает, выполняет ту функцию, которая в нем есть. Я думаю, что Господь, как Отец, как любящий Творец, Он радуется. Мой сын, так и да, похож на меня. Он придумывает, он творит. Смотри, он проявляет какую-то творческую суть. И дальше он смотрит на дальнейшую жизнь человека, даже после грехопадения. И он смотрит, что вот Микеланджело или Бах, прекрасная музыка, прекрасные картины. И это часть того, что я заложил. Это часть того, что от меня, от Творца внутри человека. И это само по себе свидетельствует всем вокруг. И даже когда мы... Интересно, знаете, когда читаешь каких-то классиков настоящих умных людей, но атеистов. И ты читаешь их, и даже через этот атеизм где-то пробивается искание Бога. Потому что, ну, мы все понимаем, оно внутри нас заложено. Оно есть внутри нас. И вот Ешо, он приходит, и он начинает говорить о вот этих виноградниках. О вот этом виноградарях. И знаете, кто эти виноградари? Это мы. Нам Господь доверяет царство. Нам Господь доверяет быть на входе. И быть лицом этого царства. Вы знаете, особенное ощущение, когда приходишь в консульство другой страны. Это место, за воротами которого действуют законы этой страны. И если я хочу получить убежище политическое, скрыться от преследования, но меня не выпустят в аэропорту, у меня всегда есть возможность прибежать в консульство и попросить убежище там. И, скорее всего, меня не выставят за дверь, если действительно моей жизни угрожает опасность, а мне предоставят возможность хотя бы рассказать. И выслушают меня, и, возможно, предоставят эту защиту. И несмотря на то, что я физически буду все в том же городе, но, согласно закону, я уже на территории другого государства. Государство, которому принадлежит это консульство. И вот храм, который строил Шлома, который должен был олицетворять присутствие физическое царства Господа не только в Израиле, но на всей земле того времени. И вы помните, что в этот храм съезжаются люди со всей земли. Вы помните, как Соломону царица Савская приезжает, и она хочет увидеть эту славу, потому что об этой славе говорят, она хочет прийти и увидеть. И вот этот храм, который призван быть отображением царства, становится олицетворением торговли, становится олицетворением коррупции, становится тем местом, глядя на которое, ты думаешь не о том, как восстановить взаимоотношения с Господом, а о том, как правильно, где поменять, чего разменять, чего сделать. Знаете, некоторые люди, когда приезжают куда-то в туристические места, есть такой, называется, синдром Парижа. Это, знаете, фраза есть такая, увидеть Париж и умереть. И вот некоторые люди с восторгом, говорят, японцы очень страдают от этого, они любят путешествовать. И вот они, путешествуя, приезжают в Париж в ожидании, ах, сегодня я увижу Эйфелеву башню, сегодня там будет вау. И вот они приезжают, видят толпы мигрантов, такой несколько сирийской внешности, видят грязь, которую с бронзбойдов смывают, и у них шок культурный. Где Париж? Не о таком театре мы мечтали. Слушайте, это несколько отличается от наших ожиданий. И вот эта картина в храме, кто-то, может быть, проделал огромный путь для того, чтобы впервые войти в храм, познакомиться с Господом. Но вместо этого он знакомится с бабкой, которая говорит, сюда свечку не ставь, туда ставь. Он знакомится с какими-то ашерами, которые говорят, а вот на этих креслах сидит вообще-то наш пастор с женой, а тебе надо идти сесть вот там сзади. Он знакомится с тем, что ему корзину тычат и говорят, вот сюда ты должен десятину положить и пожертвование, и еще два раза, если можно. А потом он сталкивается с тем, что, оказывается, надо делать А, Б, Ц, Д. Вы уже понимаете, о чем я говорю. Что речь вовсе не о том храме в Иерусалиме, а речь о том, что мы сегодня делаем с тем царством, которое доверено нам. Мы становимся религиозными людьми в плохом смысле слова. Что сегодня проповедуем мы? Проповедуем ли мы единение с Творцом? Проповедуем ли мы любовь к Божью? Или мы проповедуем определенные религиозные требования? Ведь, опять-таки, я возвращаюсь, те люди, которые были там, они же не были плохими людьми. Они были евреями нормальными, которые, да, читали Писание, изучали его. Но для них в какой-то момент жизни образ их существования стал более важным, нежели то, что им доверили. Бывает такое синдром вахтерши. Знаете, кто самый главный бывает в некоторых фирмах? Вахтерша. Ты приходишь и на тебя сразу начинают. Вот ты зашел, и тебе сразу с порога кричат. А ну куда ты тут приперся? А у нас тут таких. И все. И ты уже не хочешь дальше идти. Ты столкнулся, ты услышал все, что хотел. Или ты приходишь куда-то, и собаки вот эти бегают, охранные, начинают лаять на тебя. И ты уже думаешь, что тебе надо идти за тот забор вообще. Чего туда заходить? Ирония судьбы в том, что за тем забором то, что нам на самом деле нужно. Но церберы, которых мы выставляем перед воротами царства, показывают не царство, а человека. Показывают вот это наши все негативные вещи, которые скопились. Мы становимся вот этими вахтерами на пути Божьей любви. Упаси нас Господь. Как люди сказали, когда услышали эту притчу. Они сказали, избави Бог. И это интересная тоже реакция в 16 стихе. Они не отреагировали. А, вот какие эти фарисеи и саддуки. Мы знали. Реакция людей, избави Бог. Страшно. Если у этих образованных, интеллектуальных, если у этой духовной элиты нашего общества проблемы с Богом, избави Бог. Что ж тогда с нами? Ведь мы их проповеди слушали. Ведь мы на их книжках выросли. И падение будет великим. Мы должны убить вот этого вахтера внутри нас. Мы должны изменить наше мышление таким образом, чтобы в храме нашего сердца, чтобы в том месте, которое мы назовем общиной или церковью, была атмосфера Божьего присутствия, а не наших конфессиональных догматов. Пожалуйста, услышьте и поймите то, о чем я говорю. Многие доброчестивые вещи мы ставим выше милости. А Писание говорит Бог, милость превознес выше суда. Сколько раз вот в этом чате здесь, говоря с вами, мы вынуждены дискутировать о том, во что должна быть одета группа прославления. Или как должна кипа на проповеднике сидеть. Или что вот, ну уж простите, негоже с коротким рукавом. Слушайте, вот этого всего гораздо больше, нежели разговоров о Царстве Небесном. О чем как раз таки стоило бы поговорить. Сегодня мы ищем Бога, или мы ищем наши политические какие-то мотивы. Мы заходим в христианские группы, и вместо того, чтобы говорить о Слове Божьем и о молитве, о Господе, о взаимоотношениях с Ним, мы говорим о Антихристе, когда Он придет. Мы говорим о прививках, хорошо ли их делать. Мы говорим о рукавах, одежде, татуировках, чем угодно. Наша жизнь сфокусирована на этом. Знаете почему? Потому что об этом говорить просто. Вы знаете, наверное, было бы проще, если бы существовала книга такая. Знаете, Пятое Евангелие. Открываешь, и оно начинается сразу, сходу. Так, не делай этого. Одежда должна быть вот такая. У дочерей твоих, значит, должны быть волосы вот такие. У сыновей твоих вот такие. Значит, должны работать там-то, там-то. Должны вот это вот не пить, вот это вот пить. Вот это вот не есть, вот это вот есть. И вот так вот все сведено и в таком вот соусе преподнесено. Знаете, очень интересная вещь происходит в жизни Рава Шауля. Или апостола Павла, как мы его привыкли называть. И вот Рав Шауль, он был человеком, как мы бы сегодня сказали, высокообразованным. Учился у ног Гамалиила, это, ну, как минимум, Гарвардский университет и того времени. И вот этот вот высокообразованный человек, он на самом деле ищет Господа. Все вот эти его гонения на общину, что мы видим, все вот это, что происходит, это все показывает его характер, и характер его в том, чтобы добиться, достичь откровения о Боге Израиле. Только он это делает своим путем, и вы знаете, что он достигает. Господь видит его сердце, и даже упорствуя, казалось бы, злом, он ищет Бога. И он находит, Господь приходит к нему на пути в Дамаск, Господь открывается ему. И вот этот человек, который помимо знаний теперь обрел и водительство Духа Божьего, идет проповедовать, проповедует по синагогам, проповедует язычникам, и вдруг он сталкивается с ситуацией, кто следит за нашими разборами деяния апостолов, еще раз, минута рекламы, вот, кто не следит, но хочет, но у меня на страничке в Фейсбуке все это есть, то вот он, этот человек, Павел, он вдруг сталкивается с интересной вещью. К нему приходят люди и спрашивают, слушай, Павел, а как быть с обрезанием? И вот тут, казалось бы, ну кто может ответить более серьезно, чем Павел? Человек, Рав Шауль, член Сенхедрина бывший в отставке, и человек с полномочиями, с разумом, с Духом Божьим. Знаете, что он отвечает? Он не спешит быстро строить суждение, говорит, ребята, я ваш вопрос услышал, мы собираемся в дорогу обратно в Иерусалим, сейчас мы сядем со всеми апостолами, порассуждаем, помолимся и поищем ответ от Господа. То есть, даже Шауль не берется рассуждать, а, казалось бы, для нас в простых вещах. Спроси сегодня любого баптиста, харизмата, пятидесятника, католика, православного и даже мессианского еврея, нужно ли тебе обрезание? И ты услышишь вполне конкретный ответ. Может, да, может, нет, но ты не услышишь. А давайте я подумаю и помолюсь. А вот Шауль, он решил идти таким путем. И, ну, мы можем сказать, ну, сегодня-то мы знаем, когда уже Шауль дал какой-то конкретный ответ. Но он для этого совещался, он для этого думал, молился, искал, и не он один. И я себе записал даже фразу такую, «Хождение за Богом больше похоже на извилистую тропинку, чем на асфальтированный автобан со знаками и указателями». Мы привыкли к современному обществу, где заходишь в супермаркет, а там все ясно. Этот отдел там, этот отдел там. Заходишь, побродил по лабиринтам Икеи, забил Минотавра и вышел оттуда с добычей. А зашел куда-то еще на дорогу, заехал, и ты уже знаешь, где свернуть. Еще и навигатор тебе рассказывает. Когда мы решаем идти за Господом, не все так просто и однозначно. В каких-то вещах, да, мы можем найти ответ в Писании. Но в каких-то вещах Писание нас учит искать. Искать и молиться, и спрашивать, и в первую очередь проявлять любовь. Не бойтесь говорить «не знаю» в каких-то вещах. Не бойтесь говорить, что «ну ты понимаешь так, понимай так». Я вам скажу сегодня, касаемо тех же антихристов, прививок и прочего. Да, меня многое не устраивает, и вы знаете, я не раз срачи какие-то поддерживал. Но я вам скажу так, и тем, кто вступает со мной в споры, простите, я бываю иногда горяч, но я люблю все равно вас, и я за то, что вы были разные точки зрения. Потому что Господь не говорит конкретно в слове своем «делай так» или «делай эдак» касаемо этого вопроса. Но я прошу и вас также, друзья, не надо мне навязывать вашу точку зрения, не надо всем вашу точку зрения выдавать за истину в последней инстанции, касаемо многих вещей. Сегодня мы становимся перед баптистом и пятидесятником и слышим жаркий спор о иных языках. И один будет кричать «да я тебе зуб даю, надо молиться только на иных языках». Другой скажет «да я тебе зуб даю, лучше б ты молчал в своей церкви». И зубов можно много насчитать, тантисты будут довольны, но я скажу честно, не знаю. Есть такое мнение, есть такое мнение. Но то, что я знаю, что Господь любит и тебя, и тебя. А искание единства с Ним – это не поиск единственно верного, доктринального решения некоторых волнующих нас вопросов. Но есть фундаменты, есть то, в чем мы «да» должны стоять жестко и твердо. Это божественность Ешо, как Машеха. Это движение Роха Кодыш внутри нас. Это то, что Тора, Танах, Брита Ходаша – Слово Божье. И послание Павла, и послание Петра являются Словом Божьим для нас. Это фундаменты, без которых мы погрязнем в песке. Но многие другие вещи являются вариативными. Единственное, что железно и твердо и четко – это Его любовь. Вы простите, я знаю, многим из вас, наверное, не нравится то, что я говорю об этом. И я знаю, что я не самый популярный проповедник, потому что сегодня популярно другое. И вот я возвращаюсь к словам о Иоанне. Что вы ходили посмотреть в пустыне? Задайте себе вопрос после очередного шабатнего собрания или воскресного собрания. Что вы ходили посмотреть в вашу общину? Я не первый раз об этом говорю, но я верю, что это актуально. Чтобы мы задавали себе вопрос. Ходил ли я услышать Слово Господа? Ходил ли я поклониться Ему? Или я просто исполнял некую религиозную привычку? Это то, о чем мы себя должны спрашивать. А какие мы виноградари? Что ожидается от виноградника? Что ожидается от этих виноградарей? Плоды. Дальше мы видим неспроста в этой же истории продолжение. Что потом для того, чтобы подловить Ешо, они спрашивают, дальше в 20 главе, они спрашивают, показывают Ешо монету и говорят, должен ли нам платить Цезарю подать. И это та же ловушка, они пытаются как бы развернуть карту, которую Ешо пытался разыграть насчет Йоханана, повернуть к нему наоборот и вот это вот подкинуть. А теперь ты нам скажи, ну вот ты нас пытался с Йохананом, а теперь мы тебя, а вообще платить надо подать или нет? Ожидая, ну что, потому что народ-то волнуется, платить нам этим оккупантам бабки, они на эти же бабки будут нас ущемлять, а еще и там где-нибудь свой храм Артемиды строят. Или же нам не платить и встать в позицию. Ешо говорит неожиданную вещь. То, что не совсем по нраву, то, что от него не ожидают услышать. Он не уходит от ответа, он говорит прямо и дает однозначный ответ. Он говорит, чье изображение на монете? Цезаря. Отдавайте Цезарю Цезареву. Отдавайте Цезарю Цезареву. И здесь мы вновь приходим к вопросу о плодах. Плоды бывают разными. И здесь мы немножко разветвляемся. Плоды бывают духовными и плоды бывают физическими. Так же, как было в Эдемском саду. Так же и сегодня. Плоды духовные мы понимаем, что это такое. Есть даже список духовных плодов Духа Святого. Плодов Руоха Кодыш. И в этом списке мы видим разные вещи. Мы видим прекрасные характеристики, которые мы должны вырабатывать внутри себя. И которые, безусловно, показывают нас, к чему мы ближе. К вахтеру или к послу Царства Божьего. К доброму виноградарю или к злому виноградарю. Если у нас есть любовь, если у нас есть кротость, если у нас есть смирение, то все хорошо, мы на правильном пути. Да, мы понимаем, мы не до конца хороши, мы работаем над собой. И мы постоянно должны окучивать эти плоды, эти деревья, чтобы плоды были лучше, больше. Помните, как в тех детских песенках, там, плоды будут больше, там, еще что-то. Но есть и плоды вполне физические, вполне реальные. И внезапно мы сталкиваемся с парадоксальной вещью, когда вдруг верующие люди начинают смещать акценты и учить о том, как Цезарева тащить в Царство Небесное. Как часто сегодня, к сожалению, люди тащат в Царство Небесное, пытаются прикрутить изолентой к нему вот этот Цезарева. О чем я говорю? О том, о тех всяких книжках, как быть успешным, о тех всех семинарах, как заниматься маркетингом. «Слушайте, хотите заниматься маркетингом, окончите бизнес-школу какую-то, но не надо тащить это в Царство Божье. Не надо это ставить рядом. Цезарю Цезарева, Богу Божье, давайте отделять одни плоды от других. Потому что, знаете, селедка сама по себе хорошо, и клубника сама по себе хорошо. Но если кинуть одно и другое в блендер, я думаю, вряд ли вы захотите этим питаться». Мы должны понимать и отдавать себе отчет, что какие-то вещи не стоит тащить к Царству Божьему. И все эти учения о процветании и прочее. Ну да ладно, об этом мы немало говорили и так, и раньше. Но то, что мы должны приносить и физический плод, это да. Я вам скажу, почему некоторые сегодня, я не говорю о всех, но почему некоторые сегодня с большей радостью говорят о эсхатологии, о том, когда придет Антихрист, что это вот со дня на день будет. Потому что если придет Антихрист, может тогда аж не работать. Может тогда семью не кормить, может тогда баклуши бить, может тогда с утра до вечера на церковных мероприятиях проводить время, оставляя в пренебрежении все остальное. Друзья, послушайте меня. Мы говорим о взрослых каких-то духовных вещах. И в этих духовных вещах есть определенная большая доля нашей ответственности. И для многих из нас принести плод Царству, это воспитать хорошую семью, сделать так, чтобы дома был мир и благодать. Я иногда встречаю в интернете людей, которые пишут, пытаясь собрать деньги на какие-то свои мероприятия. И вот я такой бедный миссионер, я туда поехал, и вот у меня теперь денег нет, дайте мне денег. Если ты туда поехал, тебя послал Бог, Бог тебя и обеспечит. Может быть через нас, может быть через кого-то еще. Но не скидывай с больной головы на здоровую. Понимаете о чем я? Я верю, что если Господь кого-то куда-то посылает, Он его обеспечивает вначале. Потому что Царство Божие постыжаемо не бывает. И я знаю, я сам был молодым верующим, который горит, и мне бы лишь бы куда-то поехать послужить. Послужите дома. Послужите семье. Послужите там, где вы есть. Помогите, поддержите общину местную. Рядом человеку помогите. Знаете, сейчас, когда многие из нас заболели, и открываешь чаты общинные, и я рад, что там ты видишь молитву друг за друга. Там ты видишь, когда люди переживают и молятся, и берут цепочки целые молитвенные. Они живут этим. И это здорово. Потому что вот это служение. И для этого не обязательно ехать в Индию, собирать стадион, или кормить африканских детей, или еще чем-то заниматься. У вас в общении, я уверен, вполне достаточно важных и нужных, и хороших дел. Виноградари должны приносить плод во всем. И в духовном, и в физическом. Каждая сфера нашей жизни должна быть. Помните, Писание говорит, Петр говорит, мы должны быть готовы дать отчет в своем уповании. И еще я записал для себя здесь в шпаргалке такой пример. Пример, мне не хватает здесь этого. Там, в бывшем Союзе, знаете, когда ехал куда-то на поезде, далеко, то едешь в таком спальном вагоне, и там целый мир в этом вагоне. Твои рядом люди сидят, ты что-то взял с собой тормозок. И все как по мановению палочки волшебной понимают, когда это все достать и начать вкушать, вот когда уже поезд отъехал, или когда надо переодеться, разложить все. Здесь нет таких спальных поездов. Израиль страна небольшая, но там, где есть, они это знают. Вот это чувство поездки. Ну, собственно, не только в спальных. В Японии очень это принято. Там внутри Синкансена, несмотря на то, что считается некультурным, есть в общественных местах, вот внутри поезда как раз приемлемо, и там специальные такие обента, это обеды такие собранные, коробочки красивые. Там касаемо станции этой, может быть, где ты купил. То есть это целая, целая своя тема такая. И вот когда человек куда-то собирается, то сам по себе процесс поездки, он увлекательный. Но цель-то наша не провести просто время в поездке, ну, если это, конечно, не круиз какой-то. Цель достичь определенной точки назначения. И вот мы в нашей жизни набиваем чемоданы без ручек, плоды, которые нас никто не просит приносить. И пытаемся их втащить в этот поезд жизни, понимая, что потом, когда мы доедем до конечной станции, никому этот багаж уже не нужен будет. Потому что, вы знаете, на нашей с вами конечной станции багажное отделение отсутствует. Там есть только тот багаж, который в сердце своем мы смогли туда донести. Спасенная жизни, проявленная любовь, то, насколько мы смогли стать образом и подобием нашего Творца. брать ответственность. Писание учит нас брать ответственность. И здесь мы подходим к моменту очень-очень важному. Что нас Господь оставил делать здесь на земле? Ну, те, кто живет штампами из Писания, знаете, есть фраза такая «Все могу» в вырванном из контекста месте Писания. И есть, конечно, все сразу быстро ответят «Как что?» Он сказал «Я создам церковь мою, и врата до ее не одолеют», и так далее, и так далее. Ну, я не буду полностью разбирать эту фразу. Там, поверьте, есть что разбирать. Но, как минимум, слово «церковь» в Писании мы не встречаем. Смею вас огорчить. То, где мы видим слово «церковь», употребляется, как правило, слово «экклессия». И теперь немножко об этом слове, чтобы мы понимали, о чем речь. Я понимаю, что я так уже поглядываю, у меня здесь на мониторе часы. Я вижу, что я уже занял немало вашего времени, но, пользуясь тем, что это запись, вы можете промотать, можете потом на ускоренном послушать. Я верю, что это нужные вещи. Так что такое «экклессия»? Если кто-то из вас не знает, почитайте позже, позже больше, но вкратце это «в греческом мире» был такой орган самоуправления. «Экклессия» – это было гражданское собрание общее. Представьте себе, оказывается, в нашем стремлении к демократии мы не сделали шаг вперед, а даже сделали шаг назад по сравнению с тем, что существовало в Греции. В Греции существовало общее народное собрание, где каждый грек или римлянин, если там дело было, обладая гражданством, которому было 20 лет, который достиг определенного зрелости, он мог быть частью экклессии. И в этой экклессии он, как гражданин, принимал законы касаемо этого города. Например, если мы в нашем городе собрались, и я, как гражданин, налогоплательщик, выступаю и говорю, слушайте, я плачу бабки, а на дороге, которая идет к моему дому, простите, незапланированный бассейн раскрывается во время каждого дождя. Давайте прекратим этот олимпийский вид спорта на нашей улице и, наконец-то, закатаем эту черную дыру черным асфальтом. И другие граждане, которые живут неподалеку, ездят, бывают, возят, говорят, слушай, а таки да, давай проголосуем. И мы все проголосовали, и наши налоги пошли на то, что мы залатали эту дыру, и, наконец-то, можно там проехать спокойно, по-человечески. Вот это работа экрессии. В экрессии не сидела элита. Да, в некоторых олигархических городах экрессию подчиняли другим органам, там, сенату какому-нибудь, еще чему-то. Но в некоторых городах это было абсолютно демократичное устройство. Но в экрессию, как вы сами понимаете, время даже там, когда интернета еще не было, летит быстро, и его жалко. И в экрессию не приходили просто посидеть, выпить, закусить и провести интересное время. Туда приходили с конкретной целью выдвинуть какой-то закон, проголосовать за него, изменить что-то в городе, естественно, к лучшему. И вот таким словом, давайте теперь задумаемся о фразе, когда Ишо говорит, я создам экрессию мою. не абстрактное понятие церковь, золотые купола душу мою радуют, не абстрактное понятие такое, знаете, как протестантский, дом молитвы такой протестантский, где вот структура определенная, пастор, старейшины, там, все, никого не обидеть. Экклессию, где каждый человек призван приносить определенный плод, призван быть частью царства, призван выполнять то призвание, которое в него заложено самим Творцом изначально, простите за тавтологию, но это так. Это не место, где просто посидеть, время провести. Это место, где человек может что-то сделать. Для чего вопрос? Для чего Господь создает его экклессию? Для того, чтобы у нас был инструмент, который может повлиять на этот погибающий мир, принеся в него Царство Небесное. Что мы ходили посмотреть на воскресном собрании? Что мы ходили послушать в интернете на прямом эфире или на эфире в записи, каком угодно? Что мы ходили там? Просто провести время или что-то услышать для себя? Или что-то изменить для себя? Вы знаете, когда учат киношников, то я помню, был на одном курсе и нас учили так. Задайте себе вопрос, ну знаете, современные такие школы, что вы хотите, чтобы зритель сделал после того, или как бы подумал, или какое решение принял после того, как он посмотрел ваш фильм, вашу программу и так далее. Вот он посмотрел, вот он выключил, что в сердце у него осталось? Вот возьмите, запишите. Там вы как режиссер, как продюсер. И я задался, задаю себе вопрос, каждый раз, когда мне дают эту честь поделиться словом с экклессией, с вами, дорогие друзья, то я задаю себе вопрос, а что я думаю, вот после всего того, что я говорил в течение получаса, часа, вот что на самом деле я хотел бы, чтобы изменилось в нас? Почему? Я хотел бы очень, чтобы мы стали людьми более открытыми, друг для друга, чтобы для нас золотым местом Писания стало то место, когда, помните, Ишуа говорит об Иоанне с Петром, и он говорит, а что тебе до него, ты иди за мной? Чтобы мы, наконец, пересмотрели свои ценности и превыше сюда поставили милость? Чтобы мы отдавали себе отчет, что даже за пределами моей самой правильной в мире общины существуют все-таки верующие люди, которых Господь по своей милости почему-то спас. Нравится мне это или нет? Даже если у них совершенно другой катехизис, даже если у них совершенно другие догматы, даже если они не верят в Антихриста или наоборот верят, даже если они говорят на языках не только на тех, которые я выучил, а еще на каких-то неизвестных, которых и не учат нигде, даже если они соблюдают помимо воскресенья еще и шаббат, даже если они вообще ничего не соблюдают, даже если они едят свинину вместе с джемом или не едят вообще ни того, ни другого, несмотря ни на что, если они ищут Господа, то это мои братья и сестры. Даже если мне это неприятно, даже если я до конца этого где-то не понимаю, вот к чему все это, чтобы нам быть теми виноградарями, которые не только плод принесли, но и тех, кого к нам пошлют, а Господь посылает постоянно своих служителей, своих посланников. Кто его знает, может быть, Господь посылает нам не какого-то супер-пупер проповедника, а вот того бедного человека, который вдруг пришел в вашу общину и не понравился вам лично. Кто знает. но чтобы мы этих людей не убили духовно, душевно, не дай Бог физически, а чтобы мы принесли им свет Божий, Божью любовь, накормили его этими плодами, дали с собой и сказали все, у нас все в винограднике тик-ток, пойди и расскажи хозяину виноградника, что результат будет превыше всяких ожиданий. и вино урожая этого года ну, наверное, станет самым лучшим в его коллекции. Поэтому все, беседер пускай не беспокоится. Но мы больше, чем просто винограды. Знаете, мы с вами еще и сонаследники царства. Мы, Паши, мне на какого-то строгого, злого, такого требовательного Бога. Мы сотрудники вместе с Ним и с Машехом его царства. Да, мы сдались как рабы, да, мы сказали, что мы сами ничего не стоим, ты только Господь, ты. Но помимо этого, он, помните, как в притче о блудном сыне, говорит, слушай, поднимись, ты мой сын дорогой, на тебе перстень с моей руки. Я тебя люблю. Во всем этом, вот все, что мы читаем, скорбь и любовь, когда Ишоа смотрит на Иерусалим и говорит эти слова «Иерусалим, Иерусалим». Сегодня мы смотрим и можем такие же слова порой сказать «Церковь, церковь, я тебя оставлял для того, чтобы ты стала убежищем для многих, для того, чтобы ты стала эталоном любви, а ты стала эталоном суда. Испавь Бога». Дорогие друзья, я верю, что мы с вами иные. Мы призваны для того, чтобы своей жизнью, своими семьями, своей любовью явить его царство. И об этом будет наша молитва. Дорогой Господь, Отец Небесный, я прошу Тебя, чтобы Ты сделал нас достойными сработниками царства Твоего. Я прошу, чтобы Ты коснулся наших сердец, чтобы Ты исправил наши сердца. Я прошу Тебя, чтобы Ты научил нас смотреть на Тебя в каждом и являть Твое царство, являть Твою милость. Я прошу Тебя, дорогой Господь, научи нас превозносить милость превыше суда. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты Твоей чудесной рукой созидал нас как часть этой экклесии, как часть тела Твоего. Даруй нам мудрость, даруй нам любовь, даруй нам милость. Дорогой Господь, мы нуждаемся в Тебе. И пусть Твое благословение будет с нами и с домами нашими, и с семьями нашими. Во имя Ешо Башех. Амэн. С миром Божиим, дорогие друзья. Спасибо, что были вместе с нами. Продолжайте молиться и поддерживать нас. Мы нуждаемся в этом. И мы также благословляем вас отсюда из Хайфы, из общины, возвращенной на Сиону. Сиону.